Привет, народ! Хм, Poco F3. Самый продаваемый младший флагман. Самый популярный младший флагман, который есть сейчас на рынке. Зайдите на официальную страницу этого продукта на Алиэкспрессе. И посмотрите, сколько уже продано этих устройств. Блин, там просто нереальное количество. Люди выгребают их, как пирожки. Ценник сейчас в момент распродажи там в районе 313 долларов. За Snapdragon 870. Кто еще предлагает такие технические характеристики? Но, друзья, одно дело это просто цифры на бумаге. Ну, либо там, я не знаю, беглое видео по седам презентации. Там, быстрая распаковка. Типа там, ох-охо, все порадовались и отложились в первую сторону. А другое дело это реальный опыт эксплуатации. Те люди, которые давно подписаны на наш канал, знают, что каждый раз спустя месяц, два, три, полгода мы выпускаем ролики с опытом эксплуатации той или иной модели. Этот путь прошли Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi 11, Mi 9. И вот сейчас мои руки добрались до Poco X3. И скажу вам сразу, с самого начала, вы помните, да, все вот эти вот визги? Это просто что-то нереальное. На старте продаж за него просили всего-навсего 300 долларов. Я вообще не знаю, Xiaomi что работает в минус. Оказалось, что нет. Потому что у всей этой истории есть подводные камни. Друзья, если вам интересна вся эта история и вы хотите узнать о всех косяках Poco F3, ну и о его плюсах спустя два месяца, устраивайтесь поудобнее. Понеслась, обещаю, будет интересно. Но перед этим хочется вам напомнить, что прямо сейчас мы разыгрываем этот самый смартфон абсолютно бесплатно. Условия простые, а самое главное максимально полезные. Ссылку я оставлю в описании. Переходите, принимайте участие. Желаю вам удачи. Кроме этого, хочется вам напомнить, что прямо сейчас на Алиэкспрессе проходит летняя распродажа. Я вам уже сказал, да, что этот смартфон-то можно урвать за 313 долларов, когда в обычный день он стоит 350 баксов. Кроме этого, OnePlus 8T можно купить за 408 долларов. И вот таких вот предложений там очень много. Ссылку на распродажи тоже оставлю в описании. Советую подписаться на наш телеграм-канал Андропрайз. Мы там публикуем все самые сладкие предложения. Все, теперь продолжаем. Друзья, сразу хочу вам сказать, что этот выпуск будет несколько отличаться от остальных. Потому что здесь нет никакого заранее заготовленного сценария. Я просто хочу поделиться с вами своими эмоциями. Вот на живую. Пока вот здесь вот сейчас все это сидит, мне хочется все это вывалить. Я 2 месяца попользовался этим смартфоном. И это было 3 стадии. Первая, это восторг. Вторая, это нейтральная стадия. Ну, пользуюсь, да пользуюсь. И третья, это бомбежка. Все, меня вот так вот накрывает. Я не могу понять действий производителя. Как так можно изначально выпустить нормальный продукт и потом идти на ухудшение? Блядь, ну это могут сделать только Xiaomi. И где-то во всей этой истории я чувствую свою вину. Потому что, когда только представили этот аппарат, были исключительно положительные отзывы. Все вокруг кричали, что смартфон пушка, классно. И все было по сути. Он прилетал к людям с Mi A12. Он работал более-менее стабильно. Там были косяки изначально. Но то, что происходит сейчас, это, ну прям действительно бездна. И во всей этой истории виноват производитель. То есть, я-то оставляю свой отзыв первый относительно того устройства, которое ко мне приехало с самого начала. А то, что они потом его портят, да, своими обновлениями. Ну, я же не могу это прогнозировать. И в итоге, если люди покупают этот смартфон с Mi A12.5 на борту, жалуются. И негативный фидбэк летит в мою сторону. Я хочу вот эти вот сейчас все моменты утрясти. Объяснить вам, как это все работает. Как вообще с этим жить. И как с этим живу я. Давайте начнем с самого банального. Того, что было на старте продаж. И то, что спустя два месяца не исправили. И вероятнее всего не исправить никогда. Это датчик приближения. Он как тупил в самом начале, я об этом рассказывал. Так тупит и сейчас. И никакие улучшайзеры, о которых пишут в сети. Типа, там нужно зайти на форум ФОПДА. Прочесть инструкцию. Там можно калибровку сделать датчика. Ни хера это не работает. Вот не работает и все. Изначально производитель лоханулся. Он установил вместо нормального физического датчика приближения. Ультразвуковой. Зачем это было сделано? Я не понимаю. Практической пользы в этом вообще нет. Так что потом можно было на своих презентациях рассказывать. Типа, мы двигаемся вперед. Технологии растут даже в бюджетном сегменте. Вот мы отказались от старой технологии. Применили новую. А если она хреново работает? Зачем вы это сделали? Больше всего мне нагребает, что сэмпл первый с этим смартфоном. Появился на рынке где-то еще месяцев 8 назад. То есть он был у какого-то китайца, который проводил тесты. И он принял решение, что да блин, нормально датчик приближения работает. Такое чувство, что он вообще не пользовался им. Он ни с кем не разговаривал. То есть производитель сделал такой шаг намеренно. Он изначально знал, что ультразвуковой датчик работает хреново. И тем не менее он выпустил этот смартфон на рынок. А если он об этом не знал, тогда там работают тупорылые люди. Так как можно вообще выпускать вот такое вот на рынок. Я уверен, что себестоимость этого ультразвукового датчика не выше, чем у обыкновенного физического датчика приближения. Того, который допустим установлен в Poco M3 Pro 5G. Стоимость этого смартфона 167 баксов. И там датчик приближения работает лучше, чем здесь. Это первый камень в огород, который летит только в производителя с такой бешеной силой. Который, пускай они дают свои пояснения, почему они допустили такую ошибку. Намеренную ошибку, на мой взгляд. На практике это бесит больше всего. И я пойму тех людей, которые не общаются по мобильной связи. Есть такие. Либо только мессенджеры, либо же у них гарнитура вставлена в ухо и все. То есть там кто-то звонит, они приняли звонок. Они вообще датчик приближения, они по сути его даже не юзают. Им насрать там ультразвуковое, либо физически это не имеет никакого значения. Но я допустим разговариваю, я знаю, что 90% людей говорят по мобильной связи. И это будет прямо каторга. Одно дело, когда ты пытаешься это показать на камеру, да, он там слегка тупит. А другое дело, когда ты в реале с кем-то общаешься, там по полчаса. И ты все время меняешь положение. То так, то так, то так, голову. И он иногда работает, иногда нет. То есть иногда просто светлый экран. И тебе же пофигу, но тебе светит там в щеку. И ты уже ничего не пытаешься с этим делать. Ты просто вот так вот и общаешься дальше. Короче, извините, что я на этот момент потратил очень много времени. Но это то, что бесит больше всего. Вторая критическая проблема, это последнее обновление до MIUI 12.5. Тут у меня вообще башню рвет, потому что такой подход, это просто какой-то пи***ц. Ну честно. Такое чувство, как будто внутри компании Xiaomi вообще нет никаких бета-тестеров. Своих, внутренних. И они делают из живых людей, там тысячи людей, там сотни тысяч, они делают из них бета-тестеров. Собирают какой-то негативный фидбэк в сторону компании. И типа для них это норма. Вы когда-нибудь видели, чтобы подобным занималась компания Samsung, либо Apple? Сейчас Xiaomi находится на третьем месте по мировым продажам смартфонов. Как вообще можно так халатно относиться к вопросам? То есть 60% людей могут схавать, типа там подождать, пока выпустят обновление. А 40% просто от вас отвернутся. Вы посмотрите комментарии под нашими постами в Телеграме. Многие люди уже сейчас готовы убежать к таким компаниям, как Realme, Samsung. И если Xiaomi это устраивает, окей. Просто такой пучок багов, которые принесло это обновление, я не знаю, это пи***ц. Вот изначально, когда только смартфон вышел с MIUI 12, там было намного меньше багов, чем сейчас. И меня ни капельки не успокаивает то, что там нужно подождать еще месяц, либо полтора, и возможно все исправит. Я сейчас пользуюсь смартфоном. Я отвалил за него 500 долларов внутри страны. Какого хрена я должен сейчас страдать? Но больше всего меня веселит то, как производитель оправдывается. Мы создали отдельную группу людей, которая будет заниматься проблемами MIUI 12.5. Сидит там, блядь, 7 человек за столом. И это мы говорим вначале о китайском рынке. Вы что, прикалываетесь? Неужели вы считаете, что вот это вот как-то успокоит толпу людей, которые недовольны вашими обновлениями? Это просто, это немыслимо. Вы когда-нибудь видели, чтобы подобным как-то кичились такие бренды, как Samsung, либо Apple? Мы там выделили 7 людей, которые будут заниматься, там собирать фидбэк с багами последних обновлений в MIUI. Что это вообще за пи***ть? Давайте я просто вам проясню, как это все работает. Если бы нашей команде, да, у нас вот 5 человек, дали вот какую-то прошивку, сказали бы, друзья, нате попользуйтесь ей недельку, соберите там какой-то фидбэк, отправьте нам, мы исправим. Мы бы это сделали. Здесь 4 человека, нам бы хватило бы недели. Неужели вы в своей здоровенной компании, где работают тысячи людей, не можете выделить там отделы из 50 людей, которые будут тестировать прошивки на каждый из смартфонов? Я не говорю об одном, на каждый из смартфонов, пускай они там по неделе походят людям вот так вот живым, дайте, они вам соберут фидбэк, дадут, вы исправите. Почему сотни тысяч людей должны на вас работать бесплатно? Скажите мне, пожалуйста, неужели вы считаете, что это правильный подход? Если это так, тогда вы круглые дураки. Короче, все, что я хотел до вас донести, создается такое впечатление, что Xiaomi вообще не готовит свой продукт к продажам, они как будто не держат его в руках. С датчиком приближения налажали, и окей, сойдет. Обновления выпускают хреновое, да сойдет, вообще пофигу. То есть им лишь бы побыстрее все это вот так вот продвинуть, а на качество они вообще забили. Раньше было лучше, это уже второй раз повторяю в рамках этого ролика. Следующий момент, который меня жутко бесит, это работа датчика освещенности. Когда я пользуюсь этим смартфоном где-нибудь на улице, вот сейчас уже, да, лето наступило в Одессе, люди приезжают, уже можно на море выходить. Я беру этот смартфон, лежу на пляже, там клацаю его, и опа, была максимальная яркость, упала до минимальной. Я смотрю, просто в шоке, думаю, смартфон отрубился клацаю, нет, вроде бы он работает. В том числе спустя 5 секунд, оп, снова максимальная яркость. Я записываю для вас пример видеосъемки, да, я делал сравнение с OnePlus 9a, просто видео снимаю, снимаю, бам, на Poco F3 полностью яркость упала. Я тоже думаю, неужели он выключился? 5 секунд проходит, она поднимается. И это меня терзало на протяжении всего времени эксплуатации. Почему этот момент не может поправить производитель, я не знаю. Я не знаю, в чем здесь проблема, но эта проблема существует. И мне, как пользователю, который отвалил за этот смартфон больше 400 долларов, это неприятно. Я не хочу разбираться во всем этом дерьме, почему так происходит. Есть факт. Я вам рассказываю об этом факте. Пускай этот вопрос уже решает производитель и объясняет, почему так происходит производитель. Не я, я не работаю на компании Xiaomi. Следующий вопрос, который меня жутко бесит, это время автономной работы. Казалось, была версия MIUI 12, стала MIUI 12.5, и с увеличением цифры все должно ведь становиться лучше. Тем более, производитель нам обещал это на своей презентации. Вы помните, да, MIUI 12.5, мы здорово поработали над оптимизацией, мы здорово качнули время автономной работы, мощность системы. А в итоге получилось так, что смартфон с MIUI 12.5 живет процентов на 30 меньше. Почему так происходит, я не знаю, снова все вопросы компании Xiaomi. Не то, чтобы там дела писать совсем плохо, сейчас он живет плюс-минус как OnePlus 9R. Но раньше было лучше. Какой это уже? Третий раз в рамках этого ролика повторяю эту фразу. Сейчас полного заряда хватает ровно на день, когда раньше можно было свободно выжимать полтора-два дня. И да, я видел на форумах различные инструкции, там нужно херово тучи приложений поудалять, что-то там позакрывать. Но давайте представим, что я обыкновенный пользователь, который заплатил деньги в магазине. Я нихера не шарю в смартфонах, я насмотрел все этих обзоров в YouTube. Пошел купил, прикажу телефон, держит заряд хреново. Что мне делать? Я не пойду на форумы, я не разбираюсь во всех вот этих вот вещах, да? Удалять приложения, какие-то что-то там. В общем, зачем мне это нужно? Ну неужели вы представляете, что ты купил свой смартфон Samsung или тот же там iPhone? Да, опять-таки, то есть я говорю объективно. И ехать себе мозги со всей этой историей. Никто этого никогда не делает. И Xiaomi, пожалуйста, отучите уже всю свою базу фанатов от всего этого дерьма. Они не должны этим заниматься. Этим должны заниматься вы. Теперь давайте я еще быстренько пробегусь по различной мелочевке. То, что мне не сильно бесило, но то, что не доработали в Mi A12.5. Но конкретно в этом обновлении для смартфона Poco F3. Первое. Не работают плавающие окна. Иногда не работает ассоциация ссылок. То есть нажимаешь на ссылку, а смартфон не знает, каким приложением ее открыть. Например, жму на номер телефона и ничего не происходит. Звонилка не открывается. Но самое странное, что это происходит не всегда. Иногда работает, иногда нет. То есть логики здесь нет. Опять-таки забагованность Mi A12.5. VPN отключается сам по себе. Вы знаете, да, что мы живем в Украине. И здесь иногда требуется VPN для того, чтобы пользоваться различными сервисами. Я недавно тестировал часы от TicWatch. И там для того, чтобы работал Google Pay, нужно было включать VPN. И вот он сам по себе вырубался. Хотя я дал приложение всей разрешения и снял все ограничения активности. То есть, но все равно эта проблема была. Мелкая, но мне она досаждала. Двигаемся дальше. Смахнул плеер из шторки. А место он все равно в памяти занимает. Заблокировал и разблокировал смартфон. Плеер снова висит в шторке. Короче, его нельзя смахнуть. На 4PDA предлагают решение через ADB. И теперь я хочу спросить у вас, дорогие зрители. Многие шарят, что такое ADB. Ну, уверен, что процентов в 5 таких, знаете, закаленных Xiaomi-ста. Либо людей, которые в чеме. Они знают и как-то этим всем пользуются. Остальные вообще не в курсе. Но те, кто разбирается в данном вопросе, понимают, что проблема на самом-то деле решается достаточно легко. Просто, ну, Xiaomi забили и все. Я не говорю о том, что Mi A12 5 в целом плохой интерфейс. Видно, что производитель действительно постарался. Если бы все это работало как часы, в сторону этой оболочки летели бы одни респекты. И у меня претензии компании из-за того, что они не довели дело до конца и все это дело распространили. Мне это напоминает, если я не ошибаюсь, iOS 13 от Apple. Помните, да, когда я выпускал ролик с опытом эксплуатации экосистемы? И когда там iOS вступило как ненормальное. Вот сейчас Xiaomi сделали так же. Они распространили нестабильную версию MIUI. И от этого меня бомбит. Так-то в целом, если закрыть глаза на все эти мелкие косяки, погрузиться в форму, попытаться сделать с этого смартфона пушку. То есть, там, не знаю, поставить гугл камеру, он даже фотографировать начинает хорошо. Видно, он и до этого снимал более-менее нормально. То есть, можно с этого аппарата сделать ракету. Но этим будут заниматься только, знаете, такие пораженные фанаты Xiaomi. Такие крепкие задроты, которые готовы там тратить часы напролет, чтобы ковыряться во всей этой истории. Вот они могут получить с него конфету. И то, с некоторыми моментами, такими как, допустим, дача приближения, не сделаешь ничего. Давайте так. Думаю, та информация, которую я вам озвучил, ну, ее достаточно с головой. Все, кто хотел сделать свои выводы, они уже их сделали. Я же хочу ответить на вопрос. Вот если бы кто-то из моих знакомых ко мне позвонил и спросил. Слушай, этот аппарат стоит там 330 баксов. Вот стоит ли за него отдавать эти деньги в 2021? Лучше ли это решение? Вот что я бы ему ответил. Дружище, посмотри мой ролик на YouTube. Если ты согласен мириться со всеми этими минусами, тогда можешь брать. Самое главное, это датчик приближения. Потому что все вот эти вот мелкие косяки, я уверен, что рано или поздно, меняя 12.5, все-таки станет стабильнее. Там, два месяца, полтора месяца, три, они доведут до ума этот аппарат. То есть, но датчик приближения, с ним они вряд ли что-то сделают. Потому что это конкретно физическая проблема. Поэтому решайте сами, насколько это для вас критично. Так-то, глядя на его технические характеристики, в середине 2021 года и смотря на прайс, ну, все это до сих пор вызывает шок. Все, что нужно было сделать компании Xiaomi, это не торопиться и немного довести дело до ума. И тогда не было бы столько негатива, и дальше были бы только положительные отзывы. Но, возможно, когда-нибудь подобными роликами мы до них достучимся. Друзья, у меня на этом все. Спасибо большое за просмотр. И да пребудет с вами Android. Пока-пока.